В древнем Китае девушка, которая выходила замуж, жила в доме своего мужа и служила ему и его матери. Так случилось, что одна девушка после свадьбы была не в состоянии выносить постоянные упреки своей свекрови. Она решила избавиться от нее. Девушка пошла к торговцу травами, который был другом ее отца. Она сказала ему, я не могу больше жить со своей свекровью, она сводит меня с ума. Не могли бы вы мне помочь? Я хорошо заплачу, что я могу для тебя сделать? – спросил травник. Я хочу, чтобы вы продали мне яд. Я отправлю свекровь и избавлюсь от всех бед. – отвечала она. После долгих размышлений травник сказал, хорошо, я помогу тебе. Но ты должна понимать две вещи. Во-первых, ты не можешь отравить свекровь сразу, потому что люди догадаются о том, что произошло. Я дам тебе травы, которые будут постепенно убивать ее. И никому не придет в голову мысль, что ее отравили. Во-вторых, чтобы окончательно избежать любых подозрений, ты должна укротить свой гнев, научиться уважать ее, любить, слушать и быть терпеливой. Тогда никто не будет подозревать тебя, когда она умрет. Девушка согласилась на все, взяла травы и стала добавлять их в еду свекрови. Кроме того, она научилась контролировать себя, прислушиваться к свекрови и уважать ее. Когда та увидела, как изменилось к ней отношение невестки, она всем сердцем полюбила девушку. Она рассказала всем, что ее невестка самая лучшая, такая, о которой можно только мечтать. Через полгода отношения между ними стали близкими, как между кровными матерью и ее дочкой. И вот однажды девушка пришла к травнику и взмолилась. Ради бога, пожалуйста, спасите мою свекровь от яда, который я ей давала. Я не хочу убивать ее. Она стала самой прекрасной свекровью, и я ее люблю. Травник улыбнулся и ответил. Не волнуйся, я не давал тебе никакой травы. То, что я тебе дал, это просто специи. Яд был только в твоей голове, и ты сама от него избавилась.